Всем добрый день! С вами я, Елена. Это Юго-Восток Белоруссии. Показываю свои розы. Уже масса роз. Закончилась первая волна цветения. Но некоторые розы еще только-только зашли на вторую волну. Вот сейчас перед вами красавица. Это Флорибунда Красная Шапочка. Роза великолепнейшая. Она зацветает позже других. Смотрите, какими букетами она цветет. У нас в Белоруссии стоит жара уже неделю больше. 32-34. Конечно, все запекается. Но вот она позже расцвила. Роза раскидистая. Высота где-то у меня сантиметров до 80. Может чуть-чуть выше за счет соцветий. Ширина больше метра. Метр 20-30 метров. Я особо ее не подвязываю. Она в таком легком, воздушном находится пространстве. Ей нравится. Смотрите, какими букетами она цветет. Хорошо видно. Первые букеты, которые цветочек зацвел, он уже более светлый. Роза хорошо зимует, не болеет. Глянцевый лист хорошо нарастает. У меня здесь посадки роз. Три года уже. Чистый лист. Цветение в соцветиях. В соцветиях может быть и 10, и 12. Как где? Вот здесь, смотрите, одна веточка. Вот сколько много. Прекрасно, обильно цветущая. Я говорю, единственное, что зацветает позже, чем другие розы. У меня уже английские розы. Абсолютно все отсвели. Я все-все их полностью срезала. Дальше за ней моя любимица. черри герл. Вот такая она красотка. Она повыше, чем красная шапочка. Тоже роза флорибунда. Очень сильная по цветению. Очень обильная. Вот сколько она сразу выдает. Сотни, если посчитать, то, наверное, больше сотни будет цветов. Красавица. Раскрывается с маленьких, с маленьких бутончиков. Такой имеет лососево-красный цвет. На каждой веточке по 20 бутонов и побольше. Тоже имеет легкий аромат. Вот такие красивые маленькие бутончики она открывает. Вот здесь хорошо видно. Вот такие крошечки. С таких крошечек открываются такие красивые бутоны. Куст тоже раскидистый. Ширина больше метра. Высота повыше, чем красная шапочка. Где-то будет, наверное, сантиметров 90. Вот. Роза чудеснейшая. Очень обильное нацветение. Всегда в цвету. Единственное, что она зацветает позже других роз. Если я сказала уже некоторые розы, первая волна закончилась полностью, я сделала обрезку, то эта роза конечно только-только еще набирает свою мощь. Вы видите, какое количество бутонов огромное. Неустойчива к жаре, устойчива к дождю. Цветочек сантиметров 6-7 при раскрытии. На сильном солнце первые цветочки вот они уже хорошо видны. Видите, вот этот цветочек первый, он уже немножко стал светлее на солнышке. Цветет длительно. Она будет недели-две вот в таком состоянии. Можно дальше делать съемку и будет видно хорошо. В соседках они вот хорошо друг друга дополняют, только отличаются по цвету. А по обилию и цветению абсолютно друг другу не уступают. Вот так смотрятся эти кусты издалека. Красивая роза, всегда ее всем рекомендовала, чудесная. Просто чудесная. Рядом роза простушка, любимая моя, как я ее называю, хеймелодия. Вот такие красивые раскрытые цветы. Она, конечно, на солнце не сильно долго держится. Цветок быстро отли облетает, но очень-очень красивый цветок, огромный, больше 10 сантиметров, рядом с черри герл. Но это, конечно, вообще шедевр, не роза. Всегда всем рекомендовала. У меня даже спрашивали подписчики, какую лучше, митсамер или черри герл. Я, конечно, сказала однозначно черри герл. Потому что это красота. Вот со всех сторон как не посмотреть, посмотрите, какой аккуратный, чудесный кустик. Еще бутонов много будет раскрываться, листьев практически не будет видно. Неболезненная роза, хорошо зимует. Смотрите, снизу доверху лист весь чистый, глянцевый, ничего на себя не цепляет, никаких болячек. И вот они попозже зацвели. Здесь уже практически все розы. Вот Хеймелодия, вот у меня Саммерсон, только не Саммерсон, который английский, срезан полностью. Здесь у меня тоже розочка уже срезана. И хочу вам показать их. Смотрите, какая красота Пьер Дарансар. Вверх уже весь-весь отсвел. Я уже практически его срезала. Остались единичные цветы. И то они уже не розового цвета, как обычно, а именно уже белые. Их нужно все срезать. А вот эти чудеса хочу вам показать и поделиться. С молодых побегов, которые отдали, зацвели цветы. Посмотрите, по сколько цветов. Одноветка это просто один букет. Какая красота. Тут можно себя не полениться посчитать. Роза всем розам. Любимица всего мира Пьер Дарансар. Райская роза. Смотрите, одна ветка. Три, пять, семь, девять, одиннадцать. Одиннадцать со светей сразу цветочков. И тут не одна такая ветка. Это вот с молодых приростов. Вот такая шикарная же ветка. И вот здесь то же самое. Сейчас я немножко крупным планом отойду. Вот такой Пьер Дарансар. Вот так он удивляет. Как я сказала, верх уже практически весь срезан. Да уже почти все клумбы обрезка первая прошла. Но это красота просто чудеснейшая. такие ветки красивые. Она будет еще раскрываться, раскрываться и раскрываться. Заглядывайте на канал, задавайте вопросы, буду рада всем ответить. Сейчас будем розы кормить, потому что будем срезано все практически осталась одна зеленая масса, поэтому будем подкармливать удобрением по листу. Как я говорю, я под корень уже не кормлю, только весна у меня была. И будем конечно же обрабатывать от болезней, от вредителей. Всем спасибо, кто был со мной. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым гостям. Всем всего доброго и до свидания. Субтитры